Доброе утро, дорогие братья и сестры! Прежде чем мы прочитаем отрывок из Слова Божьего, я хотел бы вкратце напомнить контекст предыдущих двух проповедей, которые я говорил. Потому что сегодня я хотел бы завершить вот такую небольшую серию проповедей о Божьем пророке Елисея, слуге Ильи, который совершал удивительные чудеса, в том числе и исцеление Неймана, о котором упоминает сам Иисус в Новом Завете. Итак, исцеление Неймана и его обращение от идолопоклонства к вере в единого живого Бога Израиля, оно является примером и для нас, живущих в 21 веке. Вообще, эта история могла бы замечательно закончиться, если бы не одна маленькая деталь. После исцеления Нейман хотел отблагодарить Елисея, но Елисей категорически отказался. Он не взял ничего из предложенных даров. Эта история могла бы закончиться удивительными словами обращения Неймана и бескорыстным чудесным исцелением. Но здесь появляется человек, о котором мы раньше не слышали с вами. Мы, в принципе, о нем немного знаем. И даже давно верующие люди, они бывают, ну, с трудом вспоминают имя этого человека. Это слуга Елисея, которого звали Геезий. Давайте мы обратимся к Слову Божьему, к 5 главе 4 книги Царств, и прочитаем с 20 стиха до конца главы. И сказал Геезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сирианина то, что он приносил. Жив Господь! Побегу я за ним и возьму у него что-нибудь!» И погнался Геезий за Неймана, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, «С миром ли?» И отвечал, «С миром!» «Господин мой послал меня сказать, «Вот, теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих. Дай им талант серебра и две переменные одежды!» И сказал Нейман, «Возьми, пожалуйста, два таланта!» И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две переменные одежды, и отдал двум слугам своим. И принесли перед ним. И понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел, явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда? Геезий!» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой!» И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый, от проказа, как снег». Геезий был слугой Елисея. Слуга при пророке не просто исполнял какие-то технические вещи, обязанности, хотя, возможно, он помогал и в этом. Слуга – это приемник, это будущий служитель Божий. И мы помним, что сам Елисей был слугой у пророка Ильи до самого его последнего дня на этой земле. И вот Геезий был слугой Елисея также не случайно. Он также готовился продолжать служение. У него впереди было большое будущее. Геезий присутствовал при совершении Елисея многих чудес. Например, при восхищении из мертвых сына Санамитянки. Именно Геезий был тем, кого Елисей послал сказать Нейману, чтобы тот пошел и окунулся в реке Иордан. Сам Бог через Елисея доверил Геезии, чтобы тот в точности передал Нейману, что тот должен сделать, чтобы получить исцеление. И он все верно передал. И перед нами возникает вопрос. Что же произошло с ним чуть позже? После того, как Нейман очистился от проказы, он возвращается к Елисею, чтобы отблагодарить его и чтобы засвидетельствовать о своей вере. Но по какой-то причине Бог не хотел, чтобы Елисей принял эти дары, которые ему предлагал Нейман. Возможно, Бог хотел таким образом научить Неймана, что есть вещи, которые Бог дает даром, по своей необъяснимой любви. И мы ничем не можем заплатить за его великую благодать, которую он являет раскаившемуся грешнику. Как Нейман не умолял и не просил принять хоть что-нибудь, он не стал брать ничего. Самое главное, что Нейман ушел измененным, новым человеком, человеком, верующим в истинного Бога. Судя по всему, в этот момент Геезия стояла рядом с Елисеем. Он присутствовал при их разговоре. И он слышал слова Неймана о том, что тот понял, что есть только один Бог, и это Бог Израиля. Ведь, по идее, это должно было наверняка ободрить Геезию больше всего, как слугу пророка, как будущего служителя. Но вместо этого, посмотрите, о чем он думает. 20 стих говорит нам, «И сказал Геезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сирианина, то, что он приносил, жив Господь, побегу я за Ним и возьму у Него что-нибудь». Ему не давала покоя мысль, что вот эти предложенные богатства вновь возвращаются в Сирию. Все дальнейшие стихи после 20-го, они указывают нам не только на то, что он хотел получить хоть что-то из этих даров, но и указывают на то, насколько искусно Геезий пытался провернуть все это дело. Братья и сестры, оказывались ли мы с вами в подобной ситуации, когда нам казалось, что мы упускаем вот такой легкий шанс легко улучшить наше финансовое положение? А может быть, нам казалось, что такой шанс упускает постоянно близкий нам человек? У всех у нас периодически в голове возникают разные мысли, и далеко не всегда они духовные. Но Бог дал человеку одну из самых важных способностей. Это способность выбирать то, что мы будем делать вот с этими мыслями. Это наше действие. 21 стих. И погнался Геезий за Нейманом и увидел Нейман бегущего за собою и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром, господин мой!» Послал меня сказать, «Вот теперь пришли с горы Ефремовой два молодых человека, и сынов пороческих, дай им талант серебра и две переменные одежды». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуйста, два таланта». И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две переменные одежды и отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Удивительно, не правда ли, братья и сестры? Вот вы только представьте, новобращенный Нейман, он с благодарным сердцем. Наверняка он, скорее всего, был немного огорчен тем, что его дары были отвергнуты Елисея. И вот он возвращается домой. И он видит, что за ним на всех порах его догоняет Геезий. Нейман его хорошо знал. Он видел его и разговаривал с ним раньше. И вот он задает ему вопрос, «С миром ли?» Вообще, в оригинале и в новых переводах этот вопрос звучит как «Все ли благополучно у тебя?» То есть он удивлен. Он спрашивает у него, «С тобой все в порядке? Почему ты за мной бежишь?» И здесь начинается самое интересное. В прошлый раз я говорил о неправде. Насколько легко люди порой относятся к такой маленькой неправде, особенно если это выставляет их в лучшем свете. Порой они вообще не воспринимают это за грех. И, похоже, у Геезия была похожая проблема. С одной стороны, ему хотелось получить подарки эти. И он даже для себя решил, что Елисей неправ был, что ничего абсолютно не взял. Но вот он стоит перед Нейманом, и ему же нужно что-то говорить. Им как-то нужно просить эти подарки для себя. А это неудобно. Это неловко. И посмотрите, насколько он искусно на ходу прямо сочиняет целую историю. «Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежды». То есть, получается, Нейман только что отъехал назад домой, ведь его еще можно было догнать, просто побежав за ним. Как тут же успели прийти с горы Ефремовой к Елисею два молодых человека и сынов пророческих. И это им, совсем не Геезию, нужны было срочно один талант серебра и две перемены одежды. Кстати, на первый взгляд может показаться, что одежды, две перемены одежды, это так в довесок к серебру. Но в то время одежда стоила очень дорого, и это считалось богатым подарком. То есть, получается, вот этим двум молодым людям срочно нужно было серебро и одежда. В этой ситуации Геезий поступает вдвойне нечестно, так как он не просто обманул сирийского военачальника, но он вложил ложь в уста своего господина, так как разговаривал с Нейманом от лица Елисея. И здесь я хотел бы отметить, насколько благородно ведет себя Нейман, язычник, который совсем недавно только получил исцеление и поверил в живого Бога. 23 стих. И сказал Нейман, возьми, пожалуйста, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два таланта, серебра в два мешка и две переменные одежды, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Нейман сделал все, что мог. Он даже упрашивал взять больше его. Более того, он послал своих слуг, чтобы они помогли донести эти дары до его дома. Он вежливо разговаривает с ним. Он искренне от всего сердца дает эти дары ему. Наверняка, Геезий был доволен собой. Ему казалось, что вот этот маленький, его секретный план удался. Более того, он получил от Неймана гораздо больше, чем он предполагал. Наверняка, он думал, Нейман богатый человек. Для него эти подарки вообще ничто. И тем более, никто не видел, как он это все сделал. Это был просто идеальный план. Возможно, даже на обратной дороге Геезий пытался оправдать как-то свои действия. Знаете, когда мы понимаем, что мы поступили неправильно, мы пытаемся себя оправдать. Может быть, он думал, Нейман же все равно хотел отдать эти подарки, а Елисей такой странный вообще ничего не взял. Все чудесно получилось. Никто не пострадал. Ведь никто не будет проверять, приходили ли действительно эти сыны пророческие, для которых я прошу подарки. Я впредь больше так делать не буду. С этого момента я буду верным Господу. Я отдам десятину из всего, что получил. И более того, даже получится польза священникам от того, что я сделал. Вполне возможно, что именно вот в таких размышлениях и пытаясь мысленно оправдать свой поступок, он и подошел уже близко к своему дому. И вот два последующих стиха, они нам показывают, что Геезия понимал, он понимал все-таки, что поступил неправильно, как бы он ни оправдывал себя. Первое, что он делает? Он забирает подарки, услуг Неймана и отпускает их. И второе, он прячет все, как только приходит домой. Прочитаем дальше 25 стих. Когда он пришел, явился к господину своему. Елисей сказал ему, «Откуда Геезий?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». Геезий вошел к Елисею, как ни в чем не бывало. Для него это был просто эпизод. А сейчас можно дальше продолжать совершать служение. Хотя Бог через Елисея дает ему шанс искупить свою вину. Ему задан прямой вопрос. «Где ты был?» Геезий. В этот момент он мог бы признаться во всем, что он сделал. Очиститься, попросить прощения у Елисея, у Бога. Иногда единственный способ довести дело до конца это признаться в своем проступке. Вы никогда не сможете покончить с ложью, просто сказав еще одну ложь. Правда, это единственное, что может эффективно побороть ложь. Но Геезий уже не мог остановиться. И он, отвечая на вопрос Елисея, он говорит, «Никуда не ходил раб твой». Вот так просто. Откровенная ложь прямо в лицо Божьему пророку. А ведь Геезий был его слугой. Он учился у лучшего пророка. Он видел чудеса, которые Бог совершал через Елисея. Но когда ему пришлось выбирать между признанием своего греха и попыткой замести следы, он выбирает второе. Почему он солгал? Наверное, потому, что он думал, что единственный способ удержать, что у него было. А может, он даже думал, что несерьезно относился вот к такому, как ему казалось, неправде небольшой. Думаю, что Елисею было больно слышать эти слова. Ведь пророк Божий знал еще до того, как он задал первый вопрос, что сделал Геезий на самом деле. Ученик, на которого он потратил столько много времени, вложил столько сил в него, он придает его доверие. Мало что может причинить боль больше, когда кто-то, кого мы действительно любим, о ком мы заботимся, придает наше доверие, которое мы ему оказывали. 26 стих. И сказал он ему, то есть Елисей говорит Геезии, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей. Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья и виноградники и мелкий или крупный скот и рабов или рабынь. Когда Геезия проворачивал вот эту операцию по добыче этих даров Неймана, он думал, что его никто не видит. В то время, как за ним постоянно наблюдали, он думал, что он улучшит свое положение. В то время, как он шел ко дну. Братья и сестры, помним ли мы, что за нами постоянно наблюдают? Что Господь видит наши действия даже когда, когда нам кажется, что с нами рядом никого нет. Почему мы иногда в своих поступках отстраняем Господа? Мы не думаем о Нем. Как будто Господь не может нас ни видеть, ни слышать. Ведь Геезия был неязычник. Он был одним из представителей избранного народа израильского. Он был израильтянин. К сожалению, грех сребролюбия он также поражает и верующих людей, христиан, которые так же, как и Геезий, пытаются улучшить свое благосостояние таким греховным путем, думая, что никто никогда не узнает об этом. Удивительно, кажется, неужели Геезий не понимал, что у пророков есть духовные глаза? Или он думал, что ему удастся вот так просто что-то скрыть от человека, которому открыта тайна Господня? Когда мы сильно желаем того, что предлагает этот мир, мы должны помнить, что вместе с земными этими благами и с земным благополучием мы получаем и слепоту этого мира. Его взор и понимание застилало серебро и перемена одежд. Его совесть молчала. Геезий заглушил свой голос совести. Но Елисей напоминает ему, что после стольких лет служения он должен был бы знать главные вот эти принципы из сердца Елисея. Он говорит ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей?» Тайное всегда становится явным. И наш Господь все знает и все видит. И если вам долгое время удается скрывать какой-то грех, помните, что это не ваша хитрость скрывает его, а милость Божья пока не открывает его чужим глазам. А бывает так, что правда выходит на свет самым неожиданным образом, выставляя в очень неловкое положение, ставя тех, которые пытаются это скрыть с помощью обмана. Богу открыты все наши неразумные надежды, наши стремления, наши замыслы, все наши земные интересы. Елисей также говорит и об нечестии этого поступка. Он говорит, время ли брать серебро. То есть, другими словами, достойно ли обогащаться подобным образом? Разве ты, казалось бы, не мог бы найти другой способ, чтобы заработать деньги, кроме как оклеветать своего господина и поставить камень преткновения на пути новообращенного? Братья и сестры, не время умножать богатство, когда мы не в силах это сделать так, чтобы не бесчестить нашего Господа и Церковь и не приносить вреда нашим братьям и сестрам или обществу. Мы несем ответственность за свои действия. Да, мы живем в этом несовершенном, греховном мире и мы постоянно сталкиваемся с новыми и с новыми искушениями, с недостатками нашего характера. Мы читали об этом и в истории про Неймана. Он не был образец совершенства. Он злился, он раздражался, он хотел, чтобы исцеление прошло именно по его сценарию, но все же он услышал, что ему говорили окружающие. Он смирился и самое главное, он поверил и принял решение поклоняться только истинному Богу. Какие действия выберете вы, братья и сестры, особенно в момент искушения? Мы все сидим сегодня утром в церкви, где и должны были быть, но Бог задает нам тот же вопрос, что и Елисей задает Геезии. Где вы были? Где вы были вчера, на прошлой неделе? Где вы были в тайных коридорах своего разума? Куда воспривели ваши действия? Видите ли, нам не всегда нужно куда-то идти, чтобы покинуть Божье присутствие. Когда Иисус призвал нас следовать за Ним, Он сказал нам смотреть на все в правильном свете. Прежде всего, мы должны искать Царствие Божие, а потом позволить, уже затем позволить Богу приложить другие вещи в нашу жизнь. Как Бог может что-то приложить, что-то нам, когда мы скорее всего стремимся вначале бежать за материальным, за материальным положением какими-то, за вещами, а затем уже, если что-то остается, мы это отдаем уже Богу. Так жить неправильно, даже если Бог не наказывает нас так, как наказал Геезию. И мы это воспринимаем как знак одобрения от Бога порой. А наказание Геезия было очень серьезным. 27 стих говорит нам, пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек. И вышел от него белый от проказа как снег. Вынесенный приговор тотчас же исполнился в отношении самого Геезия. Он вышел от Елисея белый от проказа как снег. Геезий получил клеймо позора и отныне он носил его куда бы он ни пошел. Что получил Геезий в финансовом плане от Неймана? Немало. Некоторые комментаторы утверждают, что два таланта серебра равняются приблизительно средне заработное платье за 20 лет. Но хотя он получил эти два таланта, тем не менее потерял при этом свое здоровье, честь, мир и служение. И если он не позаботился о покаянии, то и душу свою навеки. Как правило, испытание богатства, как и испытание трудностями нашей жизни, оно показывает, что на самом деле находится внутри человека. На пути Геезии встретилось испытание. Но вместо того, чтобы поговорить об этом с Богом, поговорить с Елисеем, который был рядом, чтобы использовать вот эти испытания для того, чтобы укрепиться, для созидания себя как слуги Божьего, вместо этого он стал рассадником горечи, зависти, жадности. И в конечном счете все это отдалило его от Бога. Дорогой друг, если ты слышишь сегодня Слово Божие, но закрываешь свое сердце от действия этого Слова в твоей жизни и продолжаешь грешить, если ты молишься и посещаешь церковь, но ты при этом не отступаешь или не отпускаешь, не отходишь от своих греховных мыслей, если ты стараешься снаружи показаться как можно лучшим, в то время, как внутри вот череп греха просто точит тебя, помни, что Господь все видит и все знает. Более того, Он знает не только наши действия, но и наши помышления. никогда не поздно раскаяться в своих грехах, прийти к Нему с раскаянием и изменить свою жизнь. Покаяние это изменение мышления. Никогда не поздно сделать правильный выбор в следующий раз, когда вас постигнет искушение. Пусть вот эта история о Геезии будет нам показывать и напоминает нам, что недостаточно быть близко вот просто с верующими людьми. Недостаточно даже быть в церкви, чтобы принимать правильные финансовые решения, чтобы ходить в страхе перед Богом. Для этого нужно знать Бога лично, чтобы Он господствовал и в вашем сердце, и в вашем разуме. Когда вы сфокусируете свой разум на Боге, то Он поможет вам обновить ваше мышление. Он наведет порядок в ваших мыслях. И тогда, принимая то или иное решение, вы будете стараться исполнить прежде всего волю Божию. А это будет всегда благословением для вашей жизни, для вашей жизни перед Богом. И да поможет нам всем в этом Бог. Аминь. Встанем для молитвы. Дорогой наш Господь и Бог, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Слово Твое наставляет нас, оно обличает нас, оно работает в нашем сердце и меняет нас в Твой образ. Я благодарю Тебя за то, что Ты на страницах Священного Писания оставил вот эти чудесные истории, с которых мы можем многое почерпнуть для своей жизни, вот даже в наше современное время. Я благодарю Тебя за пророка Твоего Елисея, за то, что, Господи, Ты использовал его для славы Твоей, для того, чтобы, Господи, являть Твое могущество, Твое величие, Твою святость. Помоги нам, Господи, иметь мудрость, чтобы наша жизнь, наш разум, наше все сознание было, Господи, сосредоточено на Тебе, чтобы мы не уходили от этого фокуса, не теряли его, Господь, чтобы мы руководствовали в жизни Словом Твоим Святым, чтобы мы были близки в общении с Тобой, чтобы мы освящались, Господь, Твоим Словом, общением с Тобой, чтобы мы могли принимать правильные решения и исполнять Твою святую волю и слышать Твой голос в нашей жизни. Благослови нас в этом и прославься через наше хождение пред Тобой, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Запись этой проповеди была подготовлена для вас церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова